Исповедь Как правильно писать грехи на исповеди? Но сначала надо напомнить о том, что исповедь начинается уже дома, с того момента, когда мы взяли в руки листок и ручку, и завершается уже возле анавы. Господь-сердцеведец все видит, все слышит и знает наше помышление. Ну, для того, чтобы верно сформулировать, стоит почитать книгу отца Иоанна Крестьянкина, небольшую брошюру «Пособие для кающихся», либо книгу святителя Игнатия Бринчанинова «В помощь кающимся». И та, и другая, и все другие на эту тему написаны. Они похожи тем, что человек берет заповедь, смотрит, как надо, и сравнивается со своей жизнью, как на самом деле есть. Собственно, из этого сравнения вытекает и понимание, что ты что-то в жизни делаешь не так. Формулировать надо кратко. Само название греха написали, и следующую цифру, название следующего греха. Никогда не советую растекаться мыслью по древу, или детализировать. Это, во-первых, ни к чему, поскольку Господь и так видит, а священник-святитель. Ну, во-вторых, это действительно затягивает совсем ни к чему потеря времени. Поэтому только название грехов и вперед.